А, вон! Смотри, вон Бэмби сидит. Смотри! Встреча длиною в три месяца. Именно столько прошло со дня, когда Александр Кутырев передал Ярославскому зоопарку их нового обитателя. Потом начался карантин. Как карантин снялись, хотели, конечно, приехать сразу же. Раньше, вообще. Все равно лето, какие-то планы свои. Бэмби! Вон Бэмби! Вон! Он виду часто смотрит, и сюда придет. Нам включи Бэмби! Их дружба зародилась в селеновое Большесельского района. Там в лесу хозяин семейства нашел лосенка. Забрали себе. За две недели Сахатый стал полноценным членом семейства. Но пришлось расстаться. Закон не позволяет. Сейчас Бэмби уже освоился в новом доме. Имеет прекрасный аппетит. И на свой первый день рождения переедет в парк Копытных. Здесь условия максимально приближены к естественным. Ей предоставится вольер. Там проживала сейчас пятницкая линия площадь. Вольера очень большая. 10 гектар. Максимально приближены условия для существования животных. То есть, я думаю, и там более будет чем комфортно. Сейчас она очень любит молочко. Коровье. В день она где-то выпивает приблизительно 3 литра. Также она кушает взрослую еду. Счастливая история Бэмби – отличный пример небезразличного отношения человека к природе и тому, что его окружает. Сегодня примеры и история Влада и Даниила – это яркий пример, как нужно и бережно относиться к вопросам охраны окружающей среды. Вопросы экологического воспитания сегодня занимают все более важную роль в жизни каждого из нас, особенно детей. На примерах наших взрослых. Весь мир был в рамках из-за сложившейся ситуации и даже животные. Очевидно, они тоже скучали. Уже сегодня вы можете погладить, покормить и потрогать некоторых из них. Двери Ярославского зоопарка открыты. Светлана Дегтярева, Сергей Вадин. День в событиях.